Сегодня, 20 сентября, состоялась первая сессия 4-го созыва Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район. В работе сессии приняли участие глава района Заур Хамирзов, заместитель прокурора района Мурат Хакуй, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Республики Адыгея Руслан Кидакуев. Вела заседание председатель территориальной избирательной комиссии Кашхабльского района Зарема Гурижева. В соответствии с пунктом 9 статьи 23 устава муниципального образования Кашхабльский район, первую сессию до избрания председателя Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район ведет председатель территориальной избирательной комиссии. На сегодняшнюю сессию Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабльский район из 23 избранных депутатов присутствует 21. Есть предложение работу сессии открыть. Кто за такое предложение, прошу голосовать. За, против, воздержав, единогражден. Сессия Совета народных депутатов муниципального образования Кашихаврский район объявляется открытой. Затем Зарема Гурижева ознакомила всех присутствующих с результатами прошедших выборов. Данным законом об основных гарантиях избирательных прав и права на участие деферендуме граждан Российской Федерации, законом Республики Адыгея о выборах депутатов представительных органов муниципального образования 10 сентября 2017 года прошли выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашихаврский район, выборы депутатов и глав сельских поселений Кашихаврского района. Как вы знаете, Совет народных депутатов муниципального образования Кашихаврский район состоит из 23 депутатов, избираемых на муниципальных выборах по смешанной избирательной системе. 12 депутатских мандатов распределяются в соответствии с законодательством о выборах между списками кандидатов, выдвинутыми политическими партиями, их региональными отделениями или иными структурными подразделениями, пропорционально число голосов избирателей, полученных каждым из списков кандидатов. 11 депутатов избираются в одном и главном округе. В списках избирателей района было зарегистрировано 22 610 человек, приняло участие в голосовании 11 591 человек, то есть 51,3% от общего числа избирателей района. Территориальная избирательная комиссия, рассмотрев протоколы 22 участковых избирательных комиссий, признала выборы в районе состоявшимися и действительными. Позвольте мне зачитать решение Территориальной избирательной комиссии о регистрации депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашихаврский район. Зарегистрировать депутатов Совета народных депутатов муниципального образования Кашихаврский район 4-го созыва в количестве 23 человек. Выдать зарегистрированным депутатам Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабский район 4-го создаем удостоверение об избрании, опубликовать настоящие постановления в районной газете «Кашхабские вести». Список избранных депутатов. Одномандатный избирательный округ номер 1 – Прихожек Алий Сухович. Одномандатный избирательный округ номер 2 – Ашов Аслан Жубадинович. Одномандатный избирательный округ номер 3 – Любчинка Людмила Павловна. Одномандатный избирательный округ номер 4 – Влянцев Александр Валентинович. Одномандатный избирательный округ номер 5 – Шаматрина Елена Николаевна. Одномандатный избирательный округ номер 6 – Балоков Мурат Адамович. одномандатный избирательный округ номер 7 Курашина Мухарли Мухамедович, одномандатный избирательный округ номер 8 Агержаноков Азамат Скальбевич, одномандатный избирательный округ номер 9 Засежев Амин Исукович, одномандатный избирательный округ номер 10 Покотли Мурат Мухамедович, одномандатный избирательный округ номер 11 Хаченизов Беслан Нальбевич. Депутаты выдвинуты местным отделением Всероссийской политической партии Елена Россия Кашкарского района. Депутатский корпус Совета народных депутатов муниципального образования Кашкарский район обновился на 61%. В состав Совета народных депутатов избранных 4 женщины. Разрешите не отменить реальной избранной комиссии поздравить всех избранных депутатов и вручить удостоверение об устранении. Одним из приятных моментов первой сессии 4 созыва Совета народных депутатов муниципального образования Кашкарский район стало вручение депутатам и избранным главам 6 поселений соответствующих удостоверений. Далее глава района Заврухамирзов обратился к присутствующим с поздравлениями. Я хотел бы сначала обратиться к новым избранным депутатам Совета народных депутатов. Я искренне от души всех раз поздравляю с избранием депутатами райсовета. Когда человеку доверяют столь ответственную работу, а я считаю, что быть депутатом райсовета это очень ответственно, потому что наряду с исполнительной властью всю ответственность и представительный орган несет. Поэтому я желаю плодотворной работы. На 14 человек обновился депутатский корпус и я еще раз хотел бы сказать, выразить свою признательность старому депутатскому корпусу, с которым у нас сложились очень хорошие деловые отношения. Надеюсь, и вот новый избранный депутатский корпус продолжит эту замечательную традицию. Мы вместе плодотворно на благо района, на благо Республики Этегея, Российской Федерации будем работать. Точно так же я хотел бы поздравить избранных глав сельских поселений. Работа очень тяжелая, очень тяжелая, ответственная, поэтому у меня огромная просьба, точно так же, как и прошедшие пять лет, вот три старых, новоизбранных глав поселения, два новых, убедительная просьба совместно с депутатским корпусом приложить все усилия, все силы для подстания сельских поселений района, республики. Хотелось бы сказать слова благодарности бывшему главе Печипсинского сельского поселения Шаргенову Юру, который очень честно и очень порядочно проработал весь пятилетний срок, принял решение дальше не баллотироваться, но принимал самое активное участие в выборной кампании. Он был и остается в нашей команде. То же самое хотелось бы сказать и главу Дмитриевского сельского поселения Татаревича Руслана. То же самое. Огромное слово благодарности. А к депутатскому корпусу здесь присутствуют замы, здесь присутствуют начальники управления отделов, главы поселений. Хотелось бы сказать, что в этом году в республике Татаревича Руслана произошли изменения. Вы не можете не почувствовать, какие требования в корне поменялись. Точно так же и в работе района и сельской администрации эти требования будут расти. Еще раз поздравляю всех с избранием. Подотворно все работают. Повестка дня первой сессии состояла из трех вопросов. Первым из них был выбор состава новой счетной комиссии. Избрать в состав счетной комиссии Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабарский район Аша Васлана, Жумандиновича, Малахова, Сальмана Залубевича и Шамат Рунина Николаева. Кто за данным кандидатом, прошу прозвать. Кто за, против, воздержав, принимается. Протокол комиссии заседания номер один. Присутствовали члены комиссии Малахов, Сальмана Залубевич, Аша Васлана Джумандиновича и Шамат Рунина Николаевна. Представитель счетной комиссии избран Малахов, Сальмана Залубевич. Избрать председатель счетной комиссии в результате голосования все трое за. Кто за то, чтобы утвердить протокол номер один счетной комиссии, прошу прозвать. Кто за то, против, воздержав, принимается. Вношу предложение в состав секретариата включить следующих депутатов. Киасова Юрия Казбековича, Величко Любовь Николаевна, Любченко Людмила Павловна. Все предложенные кандидатуры были единогласно одобрены депутатами. Третьим был вопрос об избрании председателя Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабский район. Предлагаю кандидатуру Брянцева Александра Валентиновича. За прошлый созыв он показал себя блестящим руководителем, организатором, политиком. После соблюдения всех формальностей было проведено тайное голосование. Подсчитав голоса депутатов, председатель счетной комиссии Сальман Малахов озвучил результаты. Протокол номер 3 счетной комиссии по голосованию представителя районного совета, председатель Малахов, члены комиссии Шаматрина и Ашов. В повестке дня результаты тайного голосования по выбору председателя Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабский район. Бюллетени для тайного голосования Совета народных депутатов и итоги голосования. 20 за, 1 испорчено, всего 21 бюллетени. Счетная комиссия постановила считать избранным председателем Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабский район по итогам голосования Брянцева Александра Валентиновича. Прошу голосовать за, против, воздержали, принимаются. На основании протокола считать избранным Брянцева Александра Валентиновича, председателем Совета народных депутатов. Далее слово предоставили вновь переизбранному председателю Совета народных депутатов Александру Брянцеву, который поблагодарил за вновь оказанное ему доверие. Надеюсь, честь и достоинство оправдать ваше доверие. И буквально с первой сегодняшней сессии организационной хочу вам напомнить, что в соответствии с республиканскими, российскими законодательствами устава муниципального образования Кашхабского района, основной формой работы депутатов и районного совета является участие его непосредственно в сессиях и комиссиях. По комиссиям мы разберемся, в следующих сессиях распределим комиссии, поставим, этот момент мы разберем. Поэтому буквально с первой сессии хочу вас убедительно попросить, чтобы у нас на каждой сессии была явка, чтобы те моменты, которые, те люди, которые готовят к сессию, это и администрация, вопрос по вопросам необходимым, и Совет народных депутатов, чтобы мы все это делали, не зря, явка была. Не забывайте, что вы те люди, которым оказало доверие население, и вы представляете, прежде всего, интересы тех людей, которые отдали вам голоса. Сегодня, пользуясь случаем, уже, наверное, от вашего имени хочу пожелать удачи избранным главам поселения. Нам в тесном контакте с вами работать. Удачи вам, больших дел, чтобы все у вас получалось. Заурха Мирзов, в свою очередь, поздравил Александра Брянцева с избранием. В продолжении сессии были рассмотрены два дополнительных вопроса, по которым были приняты соответствующие решения. В заключении сессии СОВУ предоставили председателю комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Республики Адыгея Руслану Кидокоеву. Приятно видеть в область состава правильного Совета народных депутатов. Присоединяюсь к поздравлениям, которые были в ваш адрес. Вот я всегда, вновь избранным советом, желаю одного. Не скатываться в критиканство и политиканство. Вы должны всегда помнить, что вы основной контролер и помощник исполнительного органа. И поэтому, если вы будете действовать по такому закону, что критикуешь, предлагаешь, предлагаешь, помогаешь, не получилось, разделяя ответственность, я думаю, что в районе все получится. Продолжение следует...